Будучи мусульманкой, я бы ни за что не попала в рай. Как мусульманин, если вы отвергаете божественность Христа, если вы отвергаете его смерть на кресте за свой грех, вы попадете в ад, сказал Иисус. Но разве в том же контексте Библии не говорится, что не следует судить? Разве это не означает вынесение приговора? Говоря, что я попаду в ад, потому что я мусульманка, вы, по сути, осуждаете меня и берете на себя роль Бога, который является единственным, кто может вынести приговор, который является единственным, кто решит, кто войдет в его царство, верно? Хороший вопрос. Когда я говорю, что рабство – это лоха, не осуждаю ли я вас? Нет, это здравый смысл. В этом есть здравый смысл. Если я скажу, что изнасилование женщины – это неправильно, будет ли это моим осуждением? Нет. Если я скажу, что последователи Дэвида Кореша и Джимми Джонса совершили большую ошибку, будет ли это осуждением? Нет. Когда Иисус говорит «не судите, чтобы не быть судимым», он не имеет в виду, что нужно отказаться от критического мышления и признать, что все имеет одинаковую силу. Потому что 14 стихами ниже в 7 главе Евангелия от Матфея, глава 15, Иисус говорит «остерегайтесь лжепророков». Они приходят к вам в овечьей шкуре, но внутри они свирепые волки. Теперь Мухаммед объявил себя пророком Божьим. И когда вы читаете Коран и относитесь к нему серьезно, становится очевидным, что Мухаммед противоречит Иисусу. Если я последователь Христа и верю, что на Иисуса можно положиться, будь то Мухаммед или Джозеф Смит, я убежден, что это лжепророки. Это не значит, что я склонен к самоправедному осуждению. Это простой вопрос истины. Христос сделал несколько правдивых заявлений, Мухаммед сделал несколько правдивых заявлений. Они противоречат друг другу. Мои друзья-мусульмане смотрят мне в лицо и говорят «Клифф, ты отправишься в ад». С их стороны это не осуждение. Я читал Коран и знаю, что они правы. Если Мухаммед говорил правду, то я попаду в ад, потому что я идолопоклонник. Я поклоняюсь Иисусу.